Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои самые прекрасные на свете зрители! Сегодня будет интереснейшее видео о двух легендарных московских домах, с которыми связаны судьбы легендарных москвичей. И первый дом перед вами. И в подвале этого дома сейчас находится ресторан, в котором ждет меня моя приятельница, которую многие из вас знают, моя соседка по даче Светлана. Здравствуйте, Светлана! Очень рада наша встреча! Мы с вами не виделись с прошлого лета, но прошел почти год, и за это время у вас, в вашей жизни, произошло множество интереснейших событий. Ну вот недавно была презентация журнала, в котором есть и ваша статья, и в ней вы рассказываете о легендарном доме, с которым связаны имена легендарных витражей. Вот, давайте вы подержите тогда. Вот, витражи. Это журнал литературный. Здесь очень интересно. И в этом журнале есть ваша статья. Я знаю, что она о доме, в котором вы жили. Вы жили в очень интересном доме. Если пройти от станции метро Кропоткинская по Саймоновскому проезду в сторону Москвы-реки, то вы сразу увидите необычный по своей архитектуре красно-кирпичный дом. Сказочный дом-тереп на Причистинской набережной – это одна из самых ярких постройок Москвы. Его построил инженер путей сообщения Петр Перцев, оформив недвижимость на жену Зинаиду. Он загорелся идеей строительства особняка в русском стиле, после того, как однажды побывал в гостях у своего друга Ивана Цветкова. Иван Цветков был преданным поклонником русского искусства и планировал этот особняк как галерею живописи, поручив архитектурный проект художнику Василию Васнецову. В итоге дом получился канонически русским, как снаружи, так и внутри. Крыша купол над резными каменными балконами, яркие израсты на наличниках, из окон открывался вид на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь», тогда Эйнам. На рубеже XIX-XX веков в России началась мода на русскую старину. К русским художникам и архитекторам пришло понимание уникальности и художественной ценности древней русской иконы и архитектуры. Так в архитектуре появился русский стиль. Его также называют неорусским или псевдорусским. Этот стиль представляет с тобой стилизацию современных построек под деревянную архитектуру славянских мастеров, иногда намеренно гротескную. Самыми известными зданиями в русском стиле считаются ГУМ на Красной площади, Ярославские и Казанские вокзалы и историческим музеем на Манежной площади. Ну а кроме того, в Москве сохранилось несколько уникальных особняков, которые выглядят совершенно сказочно. Украшенные резными балконами, яркими наличниками и мозаиками на фасаде, эти московские особняки похожи на дома-терема, описанные в русских народных сказках. А мы возвращаемся к дому, в котором жила Светлана с 1948 года. Итак, по соседству с домом Цветкова продавался участок земли, Перцов построил там собственный доходный дом. Так как инженер и сам был большим поклонником русского искусства, он планировал сдавать квартиру в этом доме творческой интеллигенции за небольшую плату. Дом спроектировал архитектор Сергей Малютин, автор матрешки в стиле модерн. В мансардах размещались мастерские, внутри были лифты и даже проведен телефон. Квартира за хозяев занимала четыре этажа в отдельном крыле и была стилизована под русскую избу. В доме и правда стала собираться творческая интеллигенция, творческая богема Москвы. В подвале работала Кабаре, летучая мышь знаменитая, а прохожие подолгу останавливались у этого особняка, рассматривая все детали фасада. В русском стиле теремок, не теремок, но вот такой вот дом с вставками мозаики в рубеле, еще там каких-то, да, очень интересных. Летучая мышь – театр Кабаре, театр-миниатюр серебряного века и раннесоветского времени. Один из самых первых и лучших камерных театров России, возникший из пройденно-шуточных представлений актеров Московского художественного театра под руководством Никиты Балиева. Он возник из капустников актеров театра «МХАТ» и существовал первоначально как клуб актеров этого театра. В его сцене можно было увидеть танцующего полику Василия Качалова, демонстрирующего французскую борьбу Федора Шаляпина и Леонида Собинова и дирижировавшего оркестром Владимира Неверовича Данченко. Он так сделан. Что каждое окно индивидуальное. Да, и что все-таки дом довольно большого объема, пять этажей, но он не кажется таким огромным, потому что он как бы разделен на какие-то секции, какие-то кусочки, где свой интерьер, свое украшение. Особенно интересное со стороны той части, где жил сам владелец этого дома, Перцев. Это главный вход. Две птицы, как в былинных сказках, это как сказочные такие птицы. Сказочные персонажи. Да, и здесь сказочные такие вот элементы какие-то. Может быть, даже немножко на Билибина, что такое, да, напоминают его. Ну вот здесь, например, русалка. Русалка – это тоже один из таких, да, как-то интерьера в русском стиле. А какое-нибудь интересное событие там, вы помните своего детства, нет? Ну, интересные события там у нас были. Во-первых, мы на крыше проводили много времени. А раньше крыша была просто местом отдыха. Ну, да. И она была покрыта пробкой, там люди загорали. Это еще в древиационные времена. Ну, а пробки уже не было, и мы там просто бегали и заглядывали. И там сверху все видно было? Вы наблюдали, как люди, как жизнь идет? Мы наблюдали уличные сценки всяких. Уличные художников, потому что у них были стеклянные крыши. А-а-а. И мы через эти стеклянные крыши любовались. Ну, и были, конечно, у нас интересы к окружающим домам. Например, дом правительства. Моя подруга взяла большой бинокль, сильный у отца. Тайком, конечно. И мы в этот бинокль разглядывали дом правительства. Вы очевидец этой истории. Вы не просто очевидец. Вы принимали участие в этой истории. Вы все знаете. Ну, историю я начала со своего школьного возраста. Мы приехали в этот дом, когда мне было всего 14 лет. И прожила там довольно приличное время. В 42 года я из этого дома уехала. Значит, представляете, сколько я там жила. Но пока я была школьницей, конечно, истории не интересовалось. Мне просто нравилось жить в этом доме. Нравилось бегать по этим лестницам. Было очень интересно. Почему? Потому что там два этажа занимали художники. И эти художники... Мы с ними общались. Это был Фальк. Там жил Куприн. Рождественский. Это художники начала 20 века. Формалисты. Новаторы в искусстве. Но мы в этом не разбирались. Нам было просто интересно заходить в их мастерские. Да, просто интересные люди и смотрели их работы. Ну да. И смотрели работы. Кстати, Куприн сам сделал орган своими руками. О! И сын моей подруги, он научил играть на органе сына моей подруги, который впоследствии стал неплохим. А, вот здесь уже где-то, да, ваша квартира была? Вот это солнышко, вот это самое солнышко, где была, вот эта стена была в кабинете у отца. А вот этот, как бы, флегелек такой, фонарь, там была моя спальня. Вот там я спала. И сюда, вот на эти крылья я вылезала, чтобы любоваться на Кремль, на Москва-реку. Так что, вот таким образом мы развлекались. Да, здорово. Вот это очень живописный балкон, который под нашей квартирой был. Здесь жила семья, с которой мы общались. Ну, там были мальчики, мы были девчонками, школьницами. Мы писали записочки и на веревочках спускали к ним свои пожелания. Ну, да. И они к нам. Сразу скажу, он принадлежал Академии Фрунзе. И там жили полковники, генералы, высший офицерский состав. А, ну, поэтому ваш папа-то... Папа был преподавал в Академии Фрунзе, поэтому там получили квартиру. Но в нашей студии был художник Язев Иван Андреевич. И мы с ним дружили, ходили часто, смотрели, как он рисует. Он делал наши портреты. А вот эта картина, которую он мне подарил. Понятно. А сейчас? Вот вы знаете, что там находится? Ну, конечно, знаю. Этот дом перешел в Министерство иностранных дел, хозяйственное управление. И нас расселили по Подмосковной, ну, на краю Москвы. Дали нам всем отдельные квартиры, а дом перешел в Министерство иностранных дел. Конечно, в Академии. И теперь там это управление. Да, здорово. Ну, вот сегодня, кстати, мы сидим не просто, вот мы говорим об исторических вещах. Я, кстати, вас хочу поздравить с презентацией, потому что было очень интересно. Ну, мы говорим об исторических вещах, но и находимся в историческом подвале. О шефском доме, с которым связано два важных исторических события. Ну, первое, это на месте, вот где мы сидим, на этом месте были палаты деревянные Абрама Фёдоровича Лупухина, брата первой, постылы супруги Петра I, Евдокии Фёдоровны, как известно, заточённые в монастыре под крепкий караул. И второе, это в 1817 году произошло событие во время пребывания гвардии в Москве в квартире у начальника штаба полковника Александра Муравьёва. Собирались его сокурсники по Императорскому университету, будущий декабрист Иван Якушкин, Никита Муравьёв и другие. И в этих же стенах шефского дома формировался один из первых декабристских союзов. Тайное военное общество. Хочется ещё добавить про журнал «Новые витражи», где опубликована была моя статья. Этот журнал, между прочим, международный. В нём участвуют очень многие люди из разных стран. Из Америки, из Австралии, из Чехии, из Словении. Очень много разных людей интересных, которые пишут о своих впечатлениях жизненных, о путешествиях, о каких-то интересных литературных исследованиях. И, кстати, большая заслуга в этом, конечно, главного редактора Эльмара Фаустова. Она, кстати, про историю... Литературно-исторически он скорее такой вот, да? Ну, конечно, да. Между прочим, Перцов, который владел этим домом, сам же он был инженер, он же и строил Перцов. В одних документах он Перцов, в других Перцов. Ну, неважно, этот человек дал своё добро на разработку этого дома, проекта, Малютину, художнику Малютину. Хотя первый, да, был конкурс на этот проект. И выиграл первое место, получил Васнецов. Но он выбрал вариант Малютина. А вот, кстати, я об этом что-то слышала. До свидания, мои дорогие друзья. Я хотела бы показать вам и рассказать о самых интересных домах Москвы. Надеюсь, вы поддержите эту мою идею. Я желаю вам всего самого лучшего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!